Я не могу поверить, что где-то есть еще дети, которые мне на что-то... Просто я не могу поверить. Потому что даже когда я был безработным, я делал все, чтобы дети мои не знали. Семеро моих детей не знали проблем. Представь, как они делают. Почитай мою запись одну из... в интернете. Избили дети, били ногами ровесник. Пятилетний, пятилетнего. Я из машины выходил. Ну, я выхожу, как Робби Вильямс. И выхожу, и... Я изобью не то, что того, кто подвергнет, видите, твою съемку, а еще и твоих родственников, которые тебя обижают. И вдруг я выхожу. Ребенка бьют такие же, как сровесники. Оказалось, что все, кто его бил, это мажоры, а он безотсовщина. Это в Красногорске. Что мне оставалось сделать? Я избил одного, чтобы он вызвал папу, чтобы была сирена. Пам-пам. Пришел папа, омерзительный. Ну, и пытался мне... И пытался мне... И пытался мне... Рассказать, как я был с его сыном неправ. Клянусь, я сломал ему только два ребра. И вот дети растут в уверенности, что можно бить слабых. А я говорю этому пацану, которого били. Ну, ногами. Стоят пятеро, бьют одного маленького. Равесники. Пять лет. Ты где живешь? Там. А ключ есть? Нет. А где... Кто? Папа? Папы нет. А где мама? Мама работает. И ты каждый день здесь, во дворе, пока она не придет, да, один ключ. И они тебя бьют каждый день? Каждый день. Я иногда гуляю там. Избитый просто. Мама приехала подвыпившим. Пиздец. Пиздец, блядь. Это происходит около моего дома нового в Красногорске. Тебя били они. Это выше, чем благотворительность. Иногда просто пойти, как Мел Гибсон, разъебить их в смертельном оружии. Это одно. Алим Хан тебе расскажет все, что угодно. Что нужно общение. И здесь били его каждый день. Нужно было делать сейчас. Надо было сейчас его заступить за него. Теперь я твой новый дядя. Папа и назвать себя не могу. А теперь пойдем и попросим... Что мы не попросили прощения? Вы не знаете. Не надо. Почему? Того папа ругается. А вот того он на машине приезжает хороший. Ты боишься, потому что... А что он тебя соблюдает? Землю есть. Тебя заставляет с ним лезть. Теперь посмотришь, как это делать. Вот они, блин. Тебе пошли. Ну, понятно, что... Понятно, что папы оказали сопротивление. Понятно, что папы думали, ну, отар, ну, хуй. Ну, теперь, когда они лечатся, долго будет, наверное, месяца два, три, может быть. Пока наша съемка пройдет. Вот сейчас их отправляют. Одного. Вчера, конечно, наговорился отправили. Он тоже думал, что можно сына воспитать хамом. Это... И при этом думаешь, сколько сирот обделены любовью. Как говорит ваш герой съемок, непосредственным участием или подарками, плюшевыми мишками. Сколько обиженных детей. А тут папа сознательно говорит, бей слабого. Я буду бить их до конца своих дней, нахуй. Это, блядь, просто. И когда я мой увидел, мой, теперь я называю моим П. Фрейду, он увидел, какие они трусы. Вы знаете, что ваши дети били? Пошел ты нахуй. Я? Вы знаете, что он боится выходить во двор? Ты что думаешь, тебе лишь шоу-бизнес? Экран, то есть они знают, кто я. Старик, ты даже не знаешь, что я с тобой сейчас делаю, блядь. Ты даже, нахуй, не знаешь уровня боли, который я тебе причиню сейчас. Ты даже не поживешь в полицию, потому что ты скажешь, что твои дети бьют насмерть ребенка, который растет без отца. Ты понимаешь, что я тебя объявлю пидарасом везде. Мы избиваем его до полусмерти. У нас закон не работает нигде. Вы говорите мне про боготворительность, а я говорю вам про незащиту отдельных детей во дворах. Им, они никому не нужны, кроме Атарика, блядь. И моих друзей, которых мало всего 30 миллионов человек. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова